так всем день добрый я сегодня такая наряженная мне захотелось в общем как-то особенно выглядеть добро пожаловать на мой канал хотела в общем с вами поболтать в честь того что моему каналу уже пять лет вот может быть конечно какие-то лучше должны были быть показатели к пяти годам ведения канала практически несколько раз в неделю может быть хуже может быть лучше в общем не знаю статистика какая есть вот и мы сегодня с вами поболтаем как же изменился как изменил youtube меня и мои рассуждения вообще конечно на будущее я бы хотел периодически выходить в стримы но так как чувствую себя периодически не очень хорошо если кто-то не знает я уже рассказывал про свои проблемы со здоровьем то из-за этого очень конечно не сложно каким-то образом заранее подготовить день и время когда людей оповестите чтобы выйти с вами поболтать понимаете и я могу например запланировать и сказать всем что вот я буду в такой-то день в такое-то время вас ждать в итоге происходит падение энергии в этот момент и я получается не знаю даже как не заранее запланировать обычно это к вечеру возможно нам надо будет как-нибудь к вечеру с вами собраться и выйти на канале и поговорить вот как вам мой сегодняшний образ я надеюсь что-то такое новенькое интересненькое давно я не наряжалась сейчас в общем накануне снимаем феврале у меня пятилетие канала практически двух каналов я их открыла подряд вот открыла я их еще в америке если кто-то не знает я жила в сша штат вашингтон город сиэтл вот и наверное сначала в общем разобью наверное на два видео сначала поговорим поболтаем просто поделиться хочу выговориться мыслями как изменил меня именно какая я была до и какая стала после того как я стала вести youtube канал и вообще насколько это вдохновляет и меняет человека когда у вас есть вот такая вот интересная какая-то творческая деятельность начнем с того что в принципе я всегда была творческим человеком и я раньше очень много рисовала я собиралась поступать в художку куда-нибудь в санкт-петербург я общалась с огромным количеством девчонок в интернете у меня было много много друзей по переписке с кем я узнавала как поступить санкт-петербургский университет и не были девочки из других городов кто работал реставраторами там архитекторами и все что связано с рисованием не всегда было интересно и конечно я всегда была интроверт и я всегда была закрытая я вообще практически кто меня видит на канале кто из той из моих знакомых они впервые вообще меня узнают какая я что я за человек и сколько у меня внутри оказывается есть всего чего сказать раньше я была очень замкнутая не любила так сказать для меня узкий круг моих друзей это практически один-два человека и также моя семья я не любил делиться и не любила делиться вот этими мыслями кому-то перебивать сказать свое я ставить свои три копейки перебить кого-то особенно это касалось времен школ университета когда я перешла в новый класс и там все были очень очень хорошо учились они оказались намного на выше голову чем я вот то есть я всегда была отличница хорошистка а здесь я вдруг скатилась к тройкам и я получается почувствовала себя что я как-то себя теряю плюс еще я пошла не в тот университет который был совершенно это не мое это были экономика налоги и вот то есть что может быть скучнее налогов и бухгалтерии я представить не могу то есть из этого количества мне даже маркетинг реклама и туризм и ну даже банковское дело для меня казалось уже супер мега творческим чем-то таким хоть что-то что-то для меня что будет мне интересно вот все остальное было для меня финансовое менеджмент боже мой какой кошмар я вообще как вспомнишь так вздрогнешь и поэтому я бы не хотела конечно учиться дальше по этому профилю здесь допустим я живу в испании кто не знает если вдруг вдруг кто-то первый раз зашел ко мне на канал и пойти например туда в такую сейчас деятельность для меня это убийственно просто если бы например получить какие-то там курсы по веб-дизайну по графическому дизайну в принципе я это могу все сделать онлайн единственное что здесь очень сильно не хватает общения очень не хватает вот этого социума нормального который не через баду и тиндер вы узнаете людей которые просто жесть это просто невозможно общаться такими людьми а реальных людей которые хорошие образованные с хорошим уровнем открытости сознания которые ездили по разным странам которые жили и сталкивались с разным менталитетом и которые рассматривают этот мир более с широкого угла вот и что же в итоге на ютюбе произошло я стала больше открываться я стала более открытой больше я могу поговорить на разные темы я очень сильно разговорилась у меня всегда была проблема то с щитовидной железой то с моими там этими как они и гландами там тазелитами и прочим в общем я поняла что я настолько сильно мне всегда хочет заказывается у меня есть на все свое мнение мне уже мама стала прикалывать что опять сейчас смотрим какое-нибудь видео я постоянно останавливаю и говорю 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 мне тоже хочется какой-то вести диалог вот я обязательно вот у меня тут все тетрадки исписаны идеями что как где насчет чего я еще бы хотела поговорить какие-то вот мысли единственное что конечно очень удручает монетизация на ютюбе и способы продвижения которые что-то как-то вообще не работают на данный момент пять лет назад все было как-то намного легче у человека первое видео на канале у меня помню и я носка канула на 20000 просмотров я была несказана конечно рада на тот момент у меня еще не было не монетизации у меня было всего там 70 по моему ли 40 подписчиков в принципе на канале вот и конечно же ну я думала это как-то будет рост дальше происходить а сейчас как будто все заступорилась встала на на какой-то определенной точке вот поэтому конечно если вам нравится мои видео не забывайте пожалуйста ставить лайкосик и подписываться на мой канал внизу оставлять комментарии мы всегда с вами можем обо всем поболтать просто просто без всяких пожалуйста там оскорблений без всего и если это дружелюбно мы всегда с вами все обсуждаем я всегда снимаю видео ответы вы это знаете когда ведешь канал ты получается производишь фиксацию своей жизни я вот допустим иногда могу взять пересмотреть как вот что-то там вспомнить и перемотать где-то я приезжала в россии снимала где-то какие-то моменты там с родственниками где-то какие-то моменты там с бабушками когда вот я приехала из сша особенно мне очень сильно не хватало конечно из америки вот этого тепла какой-то ласки и когда вот это вот я приехала с таким вдохновением снимать то да это вот это вот все подстегивает и ты потом получаешь от людей вот этот вот фидбэк ты получаешь отзывы вы это можете обсудить тебе конечно это очень сильно вдохновляет тебя и позволяет двигаться дальше дальше опять записываешь какие-то идеи люди пишут тебе вопросы ты снова это все спустя пять лет ведения канала у меня абсолютно нет вопросов к тому какую выбрать тему для разговора какую выбрать тему для видео я не понимаю как это у некоторых людей вообще не появляются вот эти идеи то есть я могу находить эти идеи где угодно я ходила на английский на испанский сейчас продолжаю ходить я даже там когда мы сидели и у нас появлялась какая-то тема я столько могла всего сказать на эту тему я не знала может быть я неправильно по грамматике говорю но мне всегда было что сказать так как я уже настолько натренировалась находить какие-то интересные начала середину вывод этого там например видео или там вывод этой темы и поэтому мне на экзаменах тоже не было проблем с тем чтобы сдать устную часть вот потом также это получается я буду подсматривать я извиняюсь не буду вырезать дневник ты получается ведешь как будто бы дневник своих воспоминаний мало того что ты можешь назад вернуться что-то посмотреть и поностальгировать то ты получается как бы и свои мысли компонуешь в определенный как это в определенной манере разговора то есть одно дело когда человек садится перед ним листок бумаги ему надо как-то сконцентрироваться написать типа сочинение и совсем другое когда твой мозг начинает привыкает к вот этой вот гибкости что тебе надо это 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 все это делается поступенчато постепенно какими-то тезисами ты себе в голове морально так вот чертишь эти тезисы и по их потом раскрываешь и надо не забыть чтобы в конце твоего рассказа прийти к тому что ты вообще начал сначала и ты получается каким-то образом вот этим тренируешь свой мозг на запоминаемость чтобы не увести тему даже если вот и ведешь диалог и вы ушли в теме то надо вернуться назад и и договорить свое чего у меня раньше отсутствовало я то есть меня перебили унесли я там например поддающаяся такая что ну ладно нет и нет не вернулись к моему разговору не надо ну чё я буду перебивать человека может быть ему не интересно а сейчас я стала более как бы настойчивый возможно это конечно и возраст сыграл и опыт в жизни но раньше я знаю что очень многие люди спустя столько лет так и не прогрессируют и остаются такими же как были в 16 18 то есть я стала как-то больше высказывать свое мнение то же самое я стала более такая опыт опытная в плане когда общаешься с мужчинами уже не так сильно стесняешься потому что ты хочешь сказать свое ты смотришь как тебя человек слушает и ты назад слушаешь если он вообще слышит то что ты говоришь раньше получается это типа ну унесла тема и унесла ну ладно ну ладно вот такая вы знаете угодничество вот это вот которая да 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 хорошо лишь бы всем вокруг было удобно комфортно а про себя в итоге забываешь получается привыкаешь к тому что ты учишься выражать свои мысли понятно просто рассуждать вслух я имею ввиду не просто в голове потому что очень часто у интровертах у людей которые дохрена читают и сидят сами в своей голове и живут вот в этом внутри собственного мира они получают всю эту информацию внутри переваривают а ее нужно научиться компоновать и выдавать и обсуждать и ты получается как сам себе психолог ты не просто там хаотично вот так вот бегает внутри твоя мысль ты получается именно хватаешься и ты развиваешь ты ее как-то как я объяснила уже ты ее держишь в голове и тебе надо донести и твой мозг уже учится немножко иначе работать с информацией надеюсь правильно объяснила также чувствуешь себя получается более как это объяснить самореализованность самодисциплина ты помнишь единственное что минус конечно то что 24 на 7 даже когда ты не снимаешь и не монтируешь ты постоянно постоянно я мне снится что я монтирую мне снится что я записываю видео очень часто я когда ложишься спать попозже и ты не можешь заснуть у тебя такая как немножко бессонница ты получается блин я лежу и в процессе пока я засыпаю мне снится что я села снимать видео как я это скажу что я скажу я начинаю накидывать какие-то вот и идеи ты получается мозг твой одновременно вроде как и работает с другой стороны он не расслабляется иногда надо просто вот это отпустить и я как афроамериканка вот ты получается все время это держи в голове ты не расслабляешься это и плюс и минус нужно учиться конечно при этом медицировать отключать голову и немножко уноситься и как-то менять вот это вот место дислокации менять мысли в голове если ты пришел к друзьям и ты общаешься сейчас по их теме не надо в голове накидывать что чего как как тебе рассказать как тебе записать что тебе там сделать что у тебя какие мысли то есть получается именно почувствовать себя сейчас как говорят в моменте и и в общем услышать людей отключить голову на данный момент типа как тоже промедитировать с ними побыть насладиться этим моментом и не думать о делах вот это сложновато конечно же в трудные моменты друзья я записала но очень много конечно хрита ты начинаешь привыкать к разного рода уже начинаешь отделять как вино знаете такое это вот вот такого то времени выдержки а это вот такого это просто хейтер который мимо прошел а это уже тролль который тебя давно смотрит он собрал всю информацию и капнул это как-то таким образом удрился написать что это выглядит как будто бы тебя и не обидели но что же в то же время это очень сильно чувствует что это пассивно-агрессивное поведение в твою сторону а вот но ты как-то становишься сильнее не все но это тоже проверка на прочность я была всегда очень обидчивая всегда была очень девушка такая знаете ранимая чуть что в слезы ссори вот ранимая обидчивая ну такая у меня была реакция потому что я и сейчас могу иногда вспылить мне надо иногда перекипеть я могу ответить потому что нет мне я не понимаю почему люди не понимают что я тоже человек и я тоже могу там я не всегда хорошие и не всегда милая как на видео там кому-то могло показаться вот но я и не агрессивная просто я с характером я отстаиваю свою точку зрения свои границы почему-то люди в интернете с пор иногда этого не понимают что не надо это тоже нужно учиться вести себя так же как и в жизни мы не приходим в гости к людям и не снимаем штаны не садимся извиняюсь мимо унитаза потом вот так вот все размазываем и типа а чё ты обиделся ты чё кричишь это мое мнение вот то что конечно это вот столкнувшись на канале когда вот у меня это я заводила канал я же не думал что я буду ходить по больницам там что у меня произойдет вот такие вот изменения в моей жизни я думала что все будет весело прикольно там и тут у меня вот случается этот промежуток жизни моей который пока еще не закончился и мне очень приятно конечно от людей получать поддержку слышать их истории делиться друг с другом и ты чувствуешь что ты говоришь не просто вот с пустой камеры там с телефоном например а то что я уже как будто бы общаюсь напрямую с людьми с которыми мне приятно и хорошо говорить я с ними чувствую себя комфортно и в жизни так как я интроверт у меня такого редко случается когда я нахожу таких людей вот это большая для меня конечно очень очень такое тепло которое я могу ощутить потому что в основном практически всех как я сказала кого я находила кто был мне совместим со мной по интересам в основном это было вся знакомство по переписке дружбы по переписке онлайн общение через вконтакте раньше мы знакомились там девчонок находила я я общалась с девчонками из японии потому что когда-то в японию тоже намылила свои лыжи вот я уже собиралась меня уже звал мой учитель ехать там съездить как раз фукусима взорвалась и он меня звал поехать там на тот момент можно было за 40 тысяч съездить вот на пару недель ну как-то не знаю вот у меня старомодные взгляды на этот счет вот я уж хотела как-то сама накопить деньги поехать ни от кого не быть зависимой и ни в коем случае никаких там ну в общем поползновений в мою сторону чтобы не дай бог никогда не было вот я такая своенравная потом значит вообще все что вот случалось моей жизни конечно очень-очень я хотела я пожалела что я раньше не завела канал на тот момент конечно меня не было ни камеры не телефона не айфона вот кто-то говорит что неплохо было бы снимать и на свою камеру какую-то мыльницу но не знаю может быть и так но люди с неохотно особо смотрят сама я на ютюбе стала сидеть 2013 года в 2014 году я уже вовсю снимала на камеру своего своей соньки вот этой маленькой такой мыльницы и очень много видео осталось даже в тот период когда мы купили квартиру когда я здесь ходила бродила одна по по испании и мы ездили в сантандер я там уже снимала зимой до покупки квартиры в испании ну я боялась как-то я не выкладывал я не заводила канал мне так это было стремно стыдно и зря в общем если вы хотите завести канал то обязательно заводите всегда конечно есть свои трудности сложности но все равно ты постепенно преодолеваешь себя ты начинаешь на все смотреть более философски и вот но надо этому учиться утром еще один маяк вон он красота разбила сам берег сейчас я сниму и выключу сейчас 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 он лучше слабовато привет всем так первый раз разговариваю короче испания контакт я вот это кстати у меня туалет туалет автоматический кидается 30 центов и вполне себе можно пользоваться им открывается дверка в сторону отодвигается и спокойно закрывается пляж с орденера мы так и не дошли но это тоже неплохо с орденера очень далеко не знаю первый раз снимаю они живут имеютert а вон стом написала эс-тьюэлла Контабра де вега эс-тьюэлла Контабра де вега тениска где? вон на море белый пара красный параход Дует Теплый ветер В лицу Тепло, самое главное Не, ну тепло, но мокро, блин Мокро Все эти Замочили Вот, и конечно То, что хочу подытожить То, что было до И что было после Я в университете вообще себя не представляю Чтобы я столько говорила Чтобы я могла высказаться на какую-то тему Я постоянно чувствовала Что я Абсолютно не люблю Публичные выступления Мне очень всегда было сложно отвечать за кафедрой Я не представляю Как некоторые еще участвовали В каких-то там Дебатах у нас там, значит, были вот эти Конференции всякие разные И у нас там были такие докладчики И для меня даже таким ужасным Стрессом было сдавать Дипломную работу Но мне очень понравилась тема Я ее любила Я ее много лет изучала Знала Я практику много раз проходила И это была моя тема И поэтому мне было легко В этом Я была как рыба в воде Вот Но касаемо, например, каких-то других вещей Просто так, хоп В раз Тебя вызвали И все Я пунцовая Я красная У меня очень сильно взаимосвязь Желудка Нервной системой кожи Если я перенерчила Перестрессовала У меня сразу я вся становилась красной У меня вот здесь вот все становилось красное Сейчас я намного натренированней Спокойней к этому отношусь Я не боюсь даже в нашей компании испанского языка Когда мы встречаемся, общаемся с ребятами То я не боюсь где-то чего-то еще раз перекрикнуть Еще раз, чтобы меня услышали То есть получается вот это вот каждый раз Замыкание Когда у тебя голос сиплый Такой вот какой-то И ты боишься вылезти там Сказать что-то Оно мне стало пропадать Это мне стало, конечно, легче И мне стало это в помощь Поэтому если, конечно же Вы бы хотели что-то такое попробовать То обязательно даже не думайте Просто пробуйте Насколько у вас это получится Не получится Вы по крайней мере себе скажете Ну я попробую Вот Может быть у вас вообще все легко пойдет Намного легче, чем у меня Поэтому люблю вас, целую Увидимся в новом видео Не забывайте ставить лайки Это бесплатное спасибо для меня и моего канала Это очень сильно помогает мне развивать мой канал Вот До следующего видео С вами была ваша Оля Адьос Еще хотел сказать к этой теме Раньше, когда я начинала снимать Очень много я заикалась Запиналась Я все время думала Я потом обрежу Ничего страшного Я переговаривала эту фразу Заново и заново и заново Сейчас спустя 5 лет Ну это было уже спустя года 2-3, наверное Когда я стала Понимать, что я больше не могу Так много монтировать И каждую вот эту фразу Резать, резать, резать Это стало для меня тягостным Я стала пытаться говорить с первого раза Чтобы без заикания Если я заикнулась, запнулась Я просто продолжаю дальше говорить Потому что все мы не идеальны Мы здесь не дикторы А на федеральном телевидении Вот Нам не платят, извините Чтобы мы покупали здесь На кома свои дома Вот Поэтому какой смысл так стрессовать И переживать Вы просто обычный человек И все простительно Если я заболею К врачам Обращаться не стану Не застите, что это в притух В ноябре Твою мать Такое кошмар Это такое кошмар Если я когда-нибудь Буду чем в Европе Соскучу я еще По России Надо будет посмотреть это видео Дорогая и любимая дорога на работу Еще более дорогая Еще более любимая Любимая Что-то качество плохое Я потом одну к другому Подсоединю В видео В общем Не сочтите, что это В грубо Постелите мне степь В занавестии мне окна Туманом В разголовье поставьте Упавшую с неба Звезду Кошмар Кошмар Какой-то кошмар Россию нельзя победить Ее можно только развалить изнутри Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...